Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается хамства мужа. Это происходит часто по разным причинам. Например, когда я говорю, что не хочу работать, я хочу сидеть дома и готовить заниматься прочими домашними делами. В ответ слышен, так идеи ищи того, кто будет полностью обеспечивать, что тебе от меня нужно. Или грубить, что я не приспособлен к быту. Он что-то испачкал, не отмыл. Мне его хамство вводит в тупик и причиняет страшную боль. Не знаю, как жить дальше. Я его люблю. Бросить неготовый. Ну и каждый день терпеть такие наезды просто унизительно. Я считаю, что он меня не любит. Раз так, зачем такая кроватная ворота? Мне всегда казалось, что любовь и уважение. Хамство уважением не назовешь. Подскажите, пожалуйста, как лучше себя повести? Здесь ключевой вопрос, как лучше себя повести, чтобы что? Здесь столкнулись с ценностями. Вашей его. У вас одни ценности, у него другие ценности. Это нормально. Как мне видится, как мне кажется. Вот. Соответственно, вы говорите, что он вас не любит. Но если вы говорите, что он вас не любит. А если вы так считаете, что человек вас не любит. Да? Допустим. Но вы имеете полное право так думать и так считать. Например. Но в таком случае, опять же, вопрос. Если вы считаете, что человек вас не любит. Да? Например. А вот. Если вы так считаете, что человек вас не любит. То зачем вы с ним тогда? Для чего вы с ним тогда? Да? Как бы. То есть, вот какой момент. Довольно важный, как мне кажется. Как мне видится. Вот. То есть, уважение, это да. Уважение, это верно. Но уважение, в первую очередь, мне кажется, должно быть к вам самой. То есть, уважение должно быть у вас самой, к себе самой. Вот. А получается, получается, что вы себя не уважаете в этом смысле. Вот какая штука. То есть, вы себя не уважаете, живя человеком, который, по вашему мнению, именно по вашему мнению, вас не любит. Вот и всё. Вот и вся история. Как мне кажется. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, вам нужно вот на это обратить внимание. Да? Вот. И дальше уже из этого, как мне кажется, исходить. Вот. То есть, я себя уважаю, я как к себе отношусь. Как я себя вижу. Вот. Понимаете, да? И дальше уже смотреть по ситуации. Вот. Дальше уже смотреть по тому, как вот, ну, складывается ваше, ваше видение. Вот. Вот. Я думаю, такой ответ примерно вам можно дать. Мужа вы не измените. Но очень бы хотелось знать, что вас объединяет с ним, что вас связывает. Вы же как-то вышли за него замуж, вы же как-то познакомились с ним. То есть, я полагаю, что в какой-то момент, что-то общее у вас было. И, на мой взгляд, крайне важно увидеть, что произошло. Я думаю, что этого сейчас больше нет. То есть, куда это делось? Вот какой момент, на мой взгляд, нужно вам постараться рассмотреть, постараться увидеть и разобрать. Если вы сможете найти то общее, что между вами было, нащипать его вновь. Я думаю, отношения можно гармонизировать. Ну а если нет, придется расставаться. Это поможет сделать психолог. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Поехали. Продолжение следует...